Всем привет! Опять я. Значит, сегодня я что-то зачастила снимать видео, но, видно, в ударе. Женщина в ударе. Ее нельзя остановить. Это опасно для здоровья. Меня зовут Наташа Фрагнатик, живая в Канаде. Если вы у меня впервые, то, пожалуйста, подписывайтесь, ставьте лайки, если вам нравятся мои видео. Если не нравится, я с удовольствием выслушаю критику. И учту, и буду совершенствоваться. Так, косметики на моем лице нет, я не миноватая. Помаду съела сама, все остальное слезала собака. А, еще я смотрела слезливый фильм и всплакнула, поэтому с глазами тоже все размазюкала. Поэтому, вот, будете мне лицезреть. Естественно, так сказать, где. Я хочу пробежаться по оставшимся бюджетным ароматам, которые я не успела рассмотреть в предыдущем видео. Начну я с вот этой бы парочки. Это Роберто Кавали. Оба Роберто Кавали, как вы видите. Это у нас Де Парфам. Начинается он. Он очень женственный. Он начинается цитрусовыми, баргамотными какими-то нотками. Но потом очень плавно уходит в приятную сладость. Не вареньевую, а скорее цветочную. Цветочную пыльцово-пудровую сладость. Я его очень люблю носить, когда устает от каких-то очень сложных ароматов. И мне просто хочется чего-то женственного, спокойного, сладкого, умиротворенного. И он вполне может быть и вечерним ароматом, и дневным. Но на работу его следует наносить аккуратно, потому что у него очень длинный шлейф. Если у вас офис, в котором не приветствуется использование ароматов, то будьте аккуратнее. А вот этот аромат уже посложнее. Он уже вечерний. Здесь тоже присутствует вот эта вот такая медовая сладость. Но в ней уже есть некая дымность и смолистость. Я его сейчас шикнула сюда. Я уже сегодня выносила. А вот у него шлейф как раз не очень длинный. Поэтому его можно носить в офис, если не переборщить. Этот сложнее, темнее. Он вполне соответствует цвету своей бутылочки. И называется он Нуар. Роберто Коавали Нуар. Я напишу название всех ароматов. Я так не запоминаю. Правда, у меня объема памяти не хватает. Так, это у нас темный, более восточный, более дымный и такой густомаслянистый. В отличие от первого, который более сладкоцветочный. Продолжу я с ароматом от Лалик. Я, мне кажется, уже о нем где-то говорила. Может, сама собой. Не могу утверждать точно. Это Ла Парфам. Ла Леги Ла Парфам. Здесь нота ванили с лавровым листом. И цветочки, я слышу. Здесь довольно сильный ваниль. Я не очень люблю ваниль. Поэтому ношу его редко. Но храню за оригинальность и за богатое звучание, несмотря на довольно дешевую цену. Он такой... Как же вам правильно его описать? Это слегка спецовая ваниль. Для меня это очень сильный запах ванили. Который не делает его для меня абсолютно противным. Лаврушка. Лаврушку я люблю. Поэтому оставляю его у себя. Пользуюсь редко. Стойкость у него приличная. Цена тоже очень демократичная. И сейчас мы будем говорить стихами. Следующий аромат. Нет, я все-таки добавлю о нем. Он очень густой. Он вечерний. Я не очень-то, честно говоря, разделяю ароматы на вечерние, дневные. Мне как припрет, так и апшик. Вот что мне в данный момент на душу ляжет. Я каждый... Я регулярно подхожу к своему парфюмерному шкафу. Или шкафу. И прислушиваюсь сама к себе. Вот чего моя душенька в данный момент желает. Ну, для меня он слишком, честно говоря, слишком сладко-ванильный. Но композиция очень интересная. Стоит недорого, поэтому не жалко, пусть будет. А теперь полная противоположность, по моим ощущениям, этому аромату. Следующий аромат тоже лалик. Вот это вот красотулечка. Это у нас лебень лалик. Я его уже рассматривала в своем видео про ветиверные ароматы. Это запах ветра в волосах, когда ты катишься какой-то юношеской бесшапашности, юношеской смелости. Когда ты там на велосипеде сколько-то спуск, ветер развивает волосы. И ничего не страшно. Вот это этот запах. Я от одной мысли, от одного нюхания его, слушания, у меня поднимается настроение, хочется вершить безобразие. Это очень свежий, очень звенящий, очень летящий, с километровым шлейфом и прекрасной стойкостью аромат. С главенствующей нотой ветивера. Если вы любите ведь звер, обязательно, 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 я вас прошу, попробуйте его. Далее. Вот такая вот штучка. Это снятый аромат от Сары Джессики Паркер. Называется Ковет. Я его купила, потому что он странный. Он пахнет мне лимонным пирогом. Комодом пахнет грибами, я грибов не слышу. Но мне он пахнет просто лимонным таким, слегка теплым пирогом. Он не громкий, он не очень шлейфовый. И опять, и сохраняем в коллекции из-за красоты бутылочки. И потому что он снятость. И стой недорого. Мне жалко. Не могу сказать, что это прям шедевр-шедевр. Но слышится он по нише. У него очень странная композиция, за что она мне и нравится. Я его послала своему товарищу на слепой затест. И он определил это как дорогую нишу. Сказал, что это такое странное, не пойму, что такое, точно ниша. Ну, как видите, он не угадал. Опа. А, наколола. Теперь я вам покажу амбру. Отличная амбра за никакие деньги. Это халстен, или как он там называется, амбр, аудопорфам. Это прекрасная амбра. При перомщике она слегка, конечно, алкоголит. Но потом становится довольно глубокой, слегка солоноватой амброй. В нем не так много сладостей, как в его аналогах. Я здесь чувствую и специи, и амбру, и какую-то сладко-деревяжестую подложку. Очень достойный аромат. Очень рекомендую. Он мягкий, теплый, но в то же время с такой искринкой за счет вот этих вот специй, которые не дают ему стать просто сладкой какой. Хороший, хороший, мне очень нравится. Теперь покажу вот такой аджмал. Аджмал Синора. Я его получила по обмену, но я проверяла, он стоит тоже дешево. Это роза. Это шипровая роза, ближе к восточному направлению. С каким-то, с каким-то специевым прифорсом. Вечерняя, дневная, опять же, не скажу, потому что не делю я их так. Но она более темная по своему направлению. Это не ветер в волосах, это скорее пальто с меховым воротником. Это более такой статусный запах, не хулиганский. Есть у меня такой свежачок от Паскаль Марабито. Я все имена наверняка произношу неправильно. Перлеверте. Вот. Это свежак. Однозначно. С цветочными нотами. Я здесь слышу жасмин. Довольно сладкий, но он на такой свежей какой-то цитрусовой базе. Стойкость у него средняя, но звучит он очень достойно. И летом я его ношу с удовольствием. Вот такая бутылочка. Опять же, все названия будут в инфобоксе. Далее. Я в первой части видео о бюджетной парфюмерии начала говорить вот об этом аромате. Это Fatal Intense от Агент Провокатор. Это упрощенная и очень дешевая версия ангела. Если кому-то ангел уносит мозг, то попробуйте этот. Он тоже вполне способен вынести мозг, но не так интенсивно. Я немножечко подустала от шоколадных пачули. Здесь они тоже очень хорошо чувствуются. Поэтому ношу его крайне редко. Но в принципе, это достойный бюджетный аналог. Можно попробовать. И еще я вам покажу вот такой вот Оскар Де Лоренто. Эсприт. Это для меня свежемыльный альдегидоподобный аромат. Его я купила по рекомендации Маши о нашем главном и не ошиблась. Он прекрасно звучит весной. У него потрясающе совершенно шлейф. Он может мылить, я предупреждаю. Для тех, на ком альдегиды... В нем нет альдегида, кстати говоря. На ком альдегидоподобные ароматы мылит, он может мылиться. Но у него достаточно богатое, глубокое звучание свежего, свежемыльного, сладкого, цветочного запаха. И это весна. Это весна во флаконе. Для меня, во всяком случае. И такая уже более цветущая весна, ближе к лету, когда цветение стало интенсивнее. И мы слышим больше цветов в воздухе. Тогда я достаю вот этот аромат. Фэнди фьюриоза. Кстати, он, конечно, ассоциируется у меня с цветущими, желтыми, очень насыщенными. С горчинкой, с пыльцой. И цветы вот эти желтые, и вот их зелень, стебли, все-все вместе. Смотрите, он очень красивый. Но в отличие от теплой погоды, в зимние холода, в холод, он раскрывается более медово. И мне нравится больше. Он не настолько резкий. Он может быть резким летом. Вот это достаточно такой интенсивный запах. А зимой он смягчается, становится более медовым, сладким, спокойным, умиротворенным. У него можно использовать. Опять же, хочется чего-то резкого и такого, ух, прям букет цветов в нос вместе со стеблями. Там все это смешать в кашу и все это понюхать. Тогда летом. Хотите чего-то цветочного и медового? Тогда зимой. Потрясающая бутылочка. На грани кичи, откровенно говоря. Но все, что не джуси кутюр, я считаю, вполне нормальной бутылкой. Мне прям вот эти вот... Надо будет как-то снять видео о своих любимых и нелюбимых, как это называется, форм-факторах. Вот. И на этом, пожалуй, все. Если у вас есть какие-то вопросы, задавайте, пожалуйста, их в комментариях. Я с удовольствием отвечу про ноты, про звучание, про где купить, где достать. Буду только рада помочь. Всех целую, всех люблю. Не забывайте подписываться в этот колокольчик. Динь-динь-динь. Вам не трудно, а мне приятно. И комментируйте. Я с большой радостью читаю комментарии. Пока не многочисленные. Но надеюсь, что у меня станет больше слушателей... Вернее, не слушателей, а собеседников, таких же повернутых на парфюмерии. Всем до свидания и прекрасной недели. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok